Ребят, всех категорически приветствую и это 20 серия нашего пути. Напомню, до топового бизнеса. Как вы можете заметить, я нахожусь на вокзале, у меня, к сожалению, слетела квартира, поэтому я думаю, что это прям уже намек от сервера на то, чтобы начать копить деньги на дом. Подпишись, пожалуйста. Да, насчет дома, ребят, я не пошутил, я действительно на вокзале, у меня нету, вот, вы не являетесь владельцем ни одного дома. Но в этом всем я нашел для себя плюс, потому что мне сейчас нужно на Хэллоуинскую площадь и я могу сделать просто вот так. Прошлый раз, если вы помните, я остановился на самом невозможном квесте. В итоге уже вне серии я все-таки смог его добить, скрафтил этот несчастный гроб, потом еще выполнил примерно квестов 5. Ну и в итоге я остановился также не на особо-то легком квесте, который решил поберечь до видоса. Сейчас мой активный квест это могильный инструмент, мне нужно скрафтить просто Хэллоуинский металлоискатель. Согласитесь, звучит очень легко. Но, чтобы вы понимали, просто ресурсы, из которых нужно крафтить этот Хэллоуинский металлоискатель, это вот эта вот монетка, которых у меня 54 штуки, а на самом деле это прах Слендермена. Что курнул разработчик Родины? Так, ребят, я немножко не доехал до леса, и на рельсах я встретил Слендермена. Короче, смотрите, я в него просто стреляю, и мне сразу автоматически вот так вот прилетает прах. И все, больше ничего мне не надо делать, он вот так вот забагался и просто стоит на одном месте. Что-то, кстати, с ним реально не то, потому что обычно он меня убивал, а здесь я его просто дубашу. И он на это вообще никак не реагирует. И все. Вот тебе и Слендермен. Я сразу раздобыл 200 праха, у меня было 54. Я понимаю, ребят, вы вряд ли что-то вообще сейчас поняли, но, честно, я как бы тоже... Ничего не понял? Потому что перед видосом я, можно сказать, разминался на этом Слендере, приезжал, и буквально за секунду он меня убивал. А в итоге сейчас я просто взял и встретил его на дороге. Возможно, он ловил машину. В общем, я снова у ведьмы, но в этот раз, слава богу, она мне не нужна. Мне нужен верстак, и вот здесь вот нужно скрафтить хэллоуинский металлоискатель. И, я так вижу, мне не хватает золота. Золота нет. Едем обратно. Да уж, снова достаточно затратный квест, и снова я трачу деньги на ресурсы. Вообще получается как-то странно, потому что с обновлением обычно игроки зарабатывают. А у меня получается абсолютно наоборот, что я только трачу. В общем, со второй попытки крафтим этот искалометатель, едем забирать награду, и вот там меня снова ждал очень неприятный инцидентик. Я спускаюсь с горы, вижу, что на земле лежат монетки, начинаю их подбирать. И меня тут же застреливает вот этот паренек. А, сэр, как вы прокомментируете ваш ДМ в зеленой зоне? Когда я дэмил? Когда это вот вы монетки собирали мои, которые я чисто сам? И то, блять, это мои монетки были, я их, блять, фармил, не ты, сука. Ну, в общем, итог, я думаю, вы знаете. Посадил его на 100 минут в деморган, чтобы уж в других он стрелять побоялся. А вообще это нигде не написано, что это его монетки, потому что когда этот квест выполнял я, со мной их собирал весь сервер. Наконец-таки все-таки забираем эту награду. Все-таки, наконец-таки, 80 АЗ-шек. Берем следующий квест, ну и, в принципе, логично. Этим металлоискателем нам нужно воспользоваться и найти 10 каких-то сундуков. Payday наступил, начинаю искать и всего через минуту нахожу свой первый клад. Костяной сундук, чертеж винилов, Луи Виттон и крышечки. Этот сундук я смог открыть, из него выпало 18 тысяч, а в следующий раз его можно будет открыть только через полчаса. Это я сначала подумал, что по квесту нужно найти 10 кладов, то есть 10 payday на это потратить. Но уже когда забирал награду, я понял, что нужно было просто найти этот сундук и все. Еще плюс 80 АЗ-шек. Это уже новый день и, к сожалению, обновление... Все. Давайте подведем итоги всего обновления, которое длилось практически месяц. Было. Стало. Ну а по донату, по АЗ-монетам у меня, в принципе, до обновления их и не было. А после практически 3 тысячи. У меня сейчас по плану поработать немножко на охоте, потому что мне немножко кажется, как будто этот заработок даже и забыли. Подожди, а что с медведем происходит? Чего он так ходит? Я не знаю, просто раньше гораздо больше в этом лесу было народу, все охотились на оленей, медведей и так далее. Сейчас здесь вообще никого. И мне, в принципе, это только и на руку, потому что когда нету конкуренции, денег ты зарабатываешь больше. Короче, я вам все-таки не соврал. Сейчас и правда, куда меньше конкуренции, чем раньше, то и зверей как будто стало только больше. Кстати, и животных тоже прибавилось. И вот, например, один из них. Блин, я, может быть, правда, что-то не замечаю и на тех монетах, теперь на вот этих вот медведях, везде были надписи, что это чья-то собственность, что я не могу этого трогать. Но, думаю, вы и сами, ребят, понимаете, что это полный бред, потому что зачем дэмить, когда вокруг тебя просто огроменный лес, в котором, я не знаю, миллионы животных, и ты из-за одного медведя начинаешь дэмить просто налево-направо. Я его в итоге посадил, естественно, в деморган. Так, наконец-то первый кладик. Ящик, золото, семейный талон, ну и, кстати, и снова ящик. Вот здесь я, кстати, уже прочувствовал максимальный навык кладмена, но, кстати говоря, это единственный мой клад за этот час. Едем на мясокомбинат разделывать туши, затем все это продаем в охотничьей деревне, и в итоге, буквально за 15-20 минут охоты, я заработал полтора миллиона рублей. Слушайте, а что если на охоте провести целый день? Давайте попробуем набрать 2000 лайков, и это будет в следующей серии. Ну, а ларцы из кладов я решил открыть, и не зря. С первого же мне упал Арнольд Шварценеггер, и напишите в комментарии, за сколько его можно продать. Или вообще, кстати, не продавать, а оставить и в нем бегать. Ребят, спасибо всем за просмотр, это была наша 20-я серия. Не забывайте подписываться, и, если что, мой сервер это Центральный Округ, заходите по ссылке в описании, играйте вместе со мной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok